В ней же проходили, организовывались новогодние елки. Первый зал выставки обставлен как гостиная в усадьбе Шолоховых. В этой комнате за большим столом собиралась вся семья. Здесь же проходили официальные приемы. В центре рояль на нем матрешки, подаренные писателю на 70-летие. Каждая из матрешек символизирует члены семьи. Допустим, самая большая – это Михаил Александрович. Дальше Мария Петровна. Внизу стоят дети и внуки. То есть, это состав семьи на момент 1975 года. «Милая, милая моя семья» – таким названием выставки организаторы подчеркнули атмосферу дома, в котором писатель жил и творил с 1949 года. Писал второй том романа «Поднятая целина», рассказ «Судьба человека», главы романа «Они сражались за родину». На самом деле, вся эта коллекция, да, с точки зрения музея – это коллекция. Но на самом деле, это все содержание дома, которое вместе с этим домом одновременно, практически в полном объеме, только за вычетом небольших пополнений, которые происходили потом, было передано семье и государству еще в далеком 1986 году. Усадьба в станице Вешенской ближайшие полтора года будет закрыта на ремонт. Поэтому ее содержимое временно перевезли в ростовский Шолохов центр. Реконструируется дом-усадьба, и музей имеет возможности, желания, эти мемориальные предметы, которые он бережет, как зеницу ока, никуда за пределы вешек они не уходили, и вот теперь мы имеем такую счастливую возможность. В выездной усадьбе Шолоховых четыре комнаты – гостиная, гостевая, библиотека и зал, посвященный семейному древу. Анастасия Кованцева, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова